приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы собрал я два ящика винограда такой чудесный изабеллы на вино она не годится ну потому что я не люблю вино из изабеллы хотя можно делать и вино но я хочу поделиться с вами рецептом чачи очень люблю этот напиток как вы знаете чачу готовят во многих странах в некоторых странах она называется чача в некоторых грапов средиземноморских в балканских странах называется просто виноградный бренди ну в общем называть можно по-разному допустим в грузии чача это продукт вторые вторичные переработки вина то есть виноград дробят дают ему забродить он пускает сок потом отжимают на прессе на специальном видном прессе вот после этого вот эти вот выжимки от винограда их заливают водой добавляют сахара сбраживают и с помощью ну путем перегонки путем возгонки делает чачу делают также чачу из чистого виноградного сока без добавления сахара без добавления дрожжей тогда виноград дробится не отжимается и прям вместе с дробиной сбраживается можно также дать ему с дробиной заброди забродить потом дробину отжать в общем вариантов очень много чаще которая делается из чистого виноградного сока еще называется вот на кавказе она называется царская чаще я буду делать нечто среднее то есть у меня есть два ящика винограда я хочу приготовить два варианта чаще поделиться с вами вначале рецептами браги впоследствии поделиться как бы но рассказать как я буду перегонять и поделиться с вкусом значит один вариант чаще мы будем делать из винограда на диких дрожжах без добавления сахара 2 виноград не будем делать на культурных дрожжах с добавлением сахара то есть процессе видео я сейчас покажу как я переработаю виноград покажу как как она забродит покажу как ухаживать за фруктовой брадой потому что и нельзя просто так оставить за ней надо ухаживать в общем расскажу все нюансы которые знаю после этого во второй части видео это видео будет состоять из двух частей я расскажу как я перегоняю брагу для того чтобы получить чачу ну и собственно про говоря про дегустируем два варианта следует сразу же обратить внимание на то что чача ну любая фруктовая брага собственно говоря ну коль мы говорим о чаще то чаще на дрожжах на культурных бродит значительно быстрее чем на диких дрожжах то есть культурные дрожжи я купил дрожжи украинского производителя состоят они из двух пакетиков сейчас покажу в одном пакетике винные дрожжи во втором пакетики прикормка производитель пишет что толерантность к алкоголю у них 17 18 процентов спиртуозности то есть долг должна получиться достаточно крепкая брага виноград очень сразу сладкий сахара я надеюсь хватит даже в той браги которая будет на диких дрожжах но дикие дрожжи умирают обычно при 11 перестают работать и практически полностью умирают при 11 12 процентах спиртуозности а вот культурные дрожжи для этого я и добавляю сахар потому что у них будет более высокая толерантность к алкоголю и соответственно можно получить более крепкую брагу но потом это отразится естественно на вкусе вот я вам покажу в чем разница и попытаюсь передать в процессе в процессе этого видео вкус итак друзья первое что нам надо сделать это подробить этот виноград значит нам понадобятся используя такие вот бродильные емкости с гидрозатвором очень удобно это ведра из эпицентра такие достаточно дешевые 100 гривен с крышкой или 110 покупаю гидрозатвор с уплотнителем и используете емкости также для того чтобы виноград подробить я использую дрель вот такое вот приспособление это миксер миксер для цементных растворов каких-то значит что я сделал ответе они бывают разные бывают с проволочными этими как бы винтами а бывают с пластинчатыми я взял с пластинчатыми винтами и хорошенько заточил их болгаркой в результате у меня получилось очень классное приспособление для измельчения винограда сливы но вот всех мягких абрикосов то есть все мягкие фрукты эта штука очень чудесно измельчает перемалывает просто в кашу ну идеально получается вот такой вот лайфхак ну собственно говоря друзья сейчас я перегружу виноград в емкости разделю его примерно пополам и покажу как я его буду дробить ну что ж друзья берем нашу приспособу и приступим к языке измельчения винограда а 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 вот таким вот образом очень быстро я измельчаю виноград ну собственно говоря немножко конечно брызги летят но зато конечно идеально дробилка винная профессиональная для винограда но я пока еще не дорос до такой штуки поэтому измельчаю вот таким вот способом тем более виноградник у меня еще растет и пока количество небольшие вот то что имею года через два через три подрастет виноградники буду делать вино уже из собственного винограда и конечно будут другие количества будет дробилка сейчас друзья перед раблю вторую часть и будем продолжать вторая часть винограда подроблена и добавлю сюда сахар значит добавлять я буду из расчета на 10 килограмм винограда два с половиной килограмма сахара добавим его и все это дело тщательно перемешиваем а а боль все отлично перемешалась использовать дрель с ключом виноградном соке вот перемололи в эту порцию добавили сахар в эту не добавляем ничего и следующим этапом друзья добавим сюда воды на 10 килограмм винограда я добавлю 10 литров воды у меня получилось где-то по 23 по 24 литра сусла сейчас я немножко приберу здесь друзья потому что что-то свинарник развел серьезный и продолжим пока сусла чтобы туда мошка не налетела потому что мошка уже слетелась на виноград причем как она попадала закрытое помещение для меня это вообще непонятный вопрос по поводу воды воду лучше использовать не хлорированную если у вас нет других вариантов то билет идеально конечно у меня вода из артезианской скважины если есть такая возможность очень хороший вариант купить подготовленную воду которая очищенная системой обратного осмоса ну самый простой вариант это бювет но хлорированная вода сюда не подходит категорически друзья и друзья настало время внести дрожжи у меня комплект рассчитан на 50 литров сусла поэтому я буду использовать по половинке дрожжей а еще половинку не соседка обещала дать винограда вот сделаем чачи распаковываем буду конечно на глаз их делить надо было взять у ларисы весы рассыпаем нужное количество дрожжей по поверхности сусла так что примерно половинка была где-то так и два компонента здесь кстати магазин называется кормушка юа в котором я покупал эти дрожжи стоит этот комплект 50 гривен дешевле чем ну почти в два раза дешевле чем аналогичное количество дрожжей моих любимых бровин я вот приготовил даже турбограпа бровин но тоже их решил оставить может попадется еще какой-то более качественный виноград а не попадется в общем решил попробовать украинские дрожжи точно так же рассыпаем по поверхности подкормку мошки налетела катастрофа где-то где-то половинка и даем дрожжам минут десять регидрироваться конечно можно их и разбродить но в данном случае я не вижу смысла так как сусло теплое собственно говоря сусло очень сладкое нельзя нельзя померить содержание сахара потому что она очень густое и естественно ариометр не будет просто в нем тонуть я уже пробовал конечно хорошо бы было бы приобрести рефрактомер я уже даже подобрал подобрал алиэкспрессе себе рефрактомер но будут свободные 30 долларов куплю его или 28 по моему с доставкой стоит итак друзья что мы делаем сусло которое мы ставим на культурных дрожжах ждем 10 минут пока дрожжи регидрируются и ставим его под гидрозатвор сусло которое мы делаем на диких дрожжах хорошенько перемешали естественно сусло с водой и накроем его марлечкой потому что здесь невероятное количество ножки на вины на виноград налетела то есть этому суслу для того чтобы забродить дикие дрожжи они работают значительно более медленно ну собственно говоря и процесс брожения будет усуслан на диких дрожжах проходить где-то недели три это сусла на культурных отбродит я думаю за неделю за 10 дней вот на первый день накрываем его марлечкой чтобы дрожжам был доступ кислорода чтобы они могли нормально размножиться а завтра друзья вернемся и оценим я вам покажу как забродила это сусло и покажу как себя чувствует сусло на диких дрожжах и расскажу как за ним дальше надо ухаживать друзья на сегодня все на следующий день друзья чаще забродила причем ну забродила практически одинаково в правом баке находится чаще которая на дрожжах культурных сахаром а в левом которая на диких дрожжах вот к моему удивлению булькает практически одинаково вот у меня здесь есть с львовица тоже стоит она с 14 09 а сегодня 26 09 12 дней в правом баке опять же таки на диких дрожжах она активно бродит в левом бра баки на культурных дрожжах она уже практически перестала бродить то есть практически уже не булькает но вот явный показатель того что дикие дрожжи работают значительно дольше и как бы процесс брожения происходит дольше вернемся к нашей чаще сейчас я покажу как надо по ухаживать за брагой чтобы ничего не закисло ну и чтобы получить хороший результат крышки и обнаруживаем здесь такие достаточно плотные шапки причем вот как я уже говорил в правом баке на культурных дрожжах здесь шапка значительно плотнее процесс брожения идет более активно и углекислота подымает вот этот вот виноград нужных от винограда подымает наверх наша задача ближайшую неделю вот эту вот шапку как бы сбивать вот таким вот образом брать и размешивать видите какое активное сразу же начинается выделение углекислоты шипения каждые где-то два дня надо вот таким вот образом сбивать ягодную шапку и в одной и во второй здесь видите здесь процесс брожения значительно менее активный поэтому и шапка менее плотная образовалась но в браге на диких дрожжах вот которую я сейчас мешаю она будет образовываться значительно дольше после этого опять ставим брагу под гидрозатвор и через два дня повторяем всю процедуру но дорогие друзья с брагой мы собственно говоря закончили брага на диких дрожжах будет бродить около трех недель тире месяц облак брага на культурных отбродит где-то за 10 дней ну и собственно говоря это и другая будет готова к перегонке я буду ждать пока отбродит брага на диких дрожжах и делать перегонку одновременно покажу вам процесс перегонки и после этого покажу сколько спирта ну сколько собственно говоря готового продукта из какой браги у меня получится и расскажу о его вкусе чем он отличается отличаться он будет в любом случае из той браги в которую я добавил сахар естественно и культурные дрожжи получится продукта больше из той которая бы сахара бродила на диких дрожжах получится продукта меньше ну и по вкусу он будет немножко немножко отличаться вот об этой разнице я вам расскажу в следующем видео друзья коротко о перегонке собственно говоря расскажу сейчас двух словах потом все это буду показывать перегонять я буду обе браги по два раза то есть вообще можно в принципе сделать одну перегонку очень медленную это вопрос вкуса я всегда делаю очень медленную перегонку очень многие зрители говорят и подписчики наши говорят что это неправильно надо делать 2 ну вот в этот раз со всеми брагами я сейчас снимаю три видео параллельно это сливовица грушо яйца и чача со всеми брагами я сделаю двойную перегонку первую перегонку сделаю на обычном аппарате просто с холодильником и сухопарником вторую перегонку сделаю на аппарате с дефлегматором но мое мнение ну естественно потом получу продукт где-то с виртуозностью градусов 65 70 разбавлю его водой и будем дегустировать но мое мнение такое что одной перегонки на хорошем аппарате если мы имеем хотя бы вот такую вот пустую царгу то и дефлегматор либо же у меня есть колонна колонна заполненная спиральна спиральна призматической насадкой то есть если у вас есть такие приспособления если у вас есть дефлегматор и есть колонна то одной перегонки вполне достаточно чтобы получить очень хороший качественный продукт если у вас конечно самое обычные простой самогонный аппарат одним холодильником даже бы санге тогда лучше перегонять наверное все таки два раза но об этом будет друзья следующее видео а собственно говоря видео про чачу на этом буду заканчивать ну чача либо грапа либо виноградный бренди можно называть по-разному мне больше всего нравится чача потому что все-таки первый раз я попробую в грузии больше всего люблю грузинскую чачу так вот это видео буду заканчивать друзья надеюсь что оно было для вас полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки мы будем снимать для вас новые видео и естественно скоро ну где-то через месяц через три недели я сниму видео о том как буду перегонять чачу со всеми вытекающими так сказать последствиями всего доброго друзья пока